всем привет всем привет сегодня 27 ноября фёдор приступаем ppc в твоих руках всем привет 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 федор дениченко меня зовут те кто может не знает мы запустили агентство по настройке ppc под ключ это уже два месяца назад как быстро пролетело время у нас получается но у меня есть с партнером и своя компания мы с активно продавим сами товары на амазоне и решили а почему бы как бы и не предоставить услугу и начали настраивать вот мы уже набрали пару потоков людей и сегодня получается тематика нашего лайфа мы решили провести это типичные ошибки которые допускают люди когда приступают ппс к настройке и уже когда ведут потому что вот приходят там постоянно одно и то же я вижу постоянно одно и то же я вот выписал пункт ошибок сейчас их проговорим а потом в конце зададите вопросы может у вас тоже какие то есть ошибки добавим их поговорим такой будет формат в течение самого лайва лучше не задавайте вопросы чтобы не сбивать этот расфокус я разбил две части значит фокапы это до момента как включить включилась и после того как уже включили и работаем потому что разные клиенты заходили у разных были ситуации разные были ситуации итак начнем перед запуском предположим на секундочку что листинг полностью подготовлен фотки сделаны по всем стандартам маркетинга будет и наряженный тайтл огонь серстермы все есть вот чё первую ошибку делают короче значит включают рекламную кампанию и шарашат сразу тысячу короче ключевых слов в одну рекламную кампанию мечтает ну как бы нежелательно мы так тоже раньше делали когда начинали и просто поняли такую фишку что потом ну короче показывается и кликаются там ну в разных ситуациях в разных нишах совсем маленький пул амазон ну как бы все равно все клеон распределяет равномерно бюджет и все равно не будет все показываться и там половина ключей а процентов нет ни буллетах не в тайтлах все остальное и таким образом люди берут и просто ну во первых волоки то здоровенные с этими ключами а во вторых херится этот другой пул ключей который ну не не показывается и не кликается а мог бы вот как как мы начали делать мы получается делаем все аккуратно мы сначала выбираем пул из 100 ключей это для ручной вот 100 ключей и смотрим как это из этих 100 ключей естественно не все показывается не все этот кликается вот это такая проблема так потом что еще тут записал еще очень много мы выбрали с вами стопку 100 ключей проверили их ручками в амазоне посмотрели кто показывается как показывается какие конкуренты и все остальное релевант не релевант выбрали эти ключи потом что мы их берем еще люди делают ошибку они суют просто в бро и все ребята есть еще другие мачтайпы вот мы берем и сразу это старая добрая система браина вот мы берем и сразу в рекламную кампанию создаем все три мачта потому что слово в разных мачтайпов работает совершенно по разному в одном она работает в плюс в другом она работает в минус в одном вообще может не показывать так вот и иногда такая штука бывает что люди не анализируют рынок полностью то есть они верят я не знаю в чудо то что их товар самый лучший самый уникальный и количество отзывов не влияет вообще ни на что для людей и что происходит включается рекламная кампания когда отзывов мало вроде набрали там 20 отзывов и все думаем уже жаба давит короче вот ставки 20 надо у конкурентов там пишет по 2000 отзывы и что происходит битая стата мы включаем ключи значит крутим и неделю и смотрим нет конверсии вообще на это все то есть и сразу люди значит думает о все значит минусов надо минусовать либо ставки делать людей паника сразу вот то есть забывает о том моменте что ppc это привлечение трафика но мы не забываем куда мы с этим трафик даже если у вас супер мега крутые фотки которые вы заказали за 400 долларов 3d luxury vip mp или еще у кого-то то если там супер конкуренция у вас в нише и offer у вас в принципе только цветом отличается либо еще там даже незначительно чем то отзывы реально решают решают но для людей вы в нише как бы конкурентный ваш offer теряется и когда люди заходят ну просто херится это статистика по вашим ключам и херятся ключи которые возможно вы вам приносили продажи но чуть попозже когда вы набрали бы себе отзывов побольше такой момент и еще самая распространенная тоже ошибка короче уделяет очень мало внимания ценообразование шарашит на старте без отзывов либо когда мало отзывов цену короче выше рынка до небес вот и включает рекламу это тоже влияет опять же найти все конверсии потом выводы делается неправильно по ключам что надо делать надо взять короче если у вас нормальный сток позволяет не поскупится и поставить маржу себе поменьше на старте покрутите в минус ничего страшного вот ну вот это я выписал более-менее основные значит ошибки которые делают при запуске то есть и еще при построении рекламных компаний еще вот я не включил это когда у меня был один человек который в одну рекламную компанию начал регулировать там сразу пять или шесть товаров разных и то есть по одному там такая ситуация что по одному ключу начинает показываться разные эти товары и на конверсию по ключу в общем потом когда вы будете оценивать если смотрите в целом типа ключ минусовый но если посмотреть конкретно по каждому скаю конверсию то по какому-то скаю она в плюс работает а по кому-то по какому-то минус и когда дальше набираешь ключи это происходит просто хаос поэтому рекомендация старайтесь делать рекламные компании отдельно под разный товар вот такая ситуация но не знаю насколько она типичная но старайтесь рекламной кампании 3 мочи поделать отдельно для каждого товара вот и тоже не это же такая фишка мы ну у меня как-то не приходилось так что вариации когда запускаешь сразу рекламную кампанию вот не приходилось так что сразу запускаешь там вариацию с нуля вот у меня когда я получается когда свои товары запускаю я запускаю не несколько сразу вариантов товар а потом уже подключая под него вариации когда я дальше строю рекламной кампании мне уже ну то есть я подключаю же вариации у меня есть более менее статистика а вот пример как мы работаем когда к нам приходит уже готовый товар допустим вас уже товар запущен вот мы делаем так мы берем по статистике какая вариация больше всего покупается и на нее настраиваем рекламную кампанию одну-две вариации остальные пусть уже там крутятся уже дальше по пути будете добавлять их возможно а может и не будете добавлять так ну давайте как бы это был один блок вот первый это перед тем как включить рекламную кампанию если у вас есть сейчас вопрос какие-то то можете стать подожди вопрос видишь и еще тоже перед запуском вот как когда делают выкуп и все остальное ну на старте только если появился и начинается куча выкупов происходить какие-то там махинации с вариациями по не с вариациями с категориями происходит и все остальное это пресс но когда если вы что-то делаете искусственно при запуске своего товара то естественно вы для амазона и эти искусственную информацию apc она основывается на данных которые у вас там листин и все остальное то есть если вы делаете какие-то искусственные моменты ну то реклама может вот по опыту было такое что реклама может вас воспринимать совсем как другой вообще товар если какие-то вы делаете внешние продвижения какие-то серые там и непонятные вот то вот пример был что товар из одной ниши а он показывается вообще как другой как ножи амазон его по авторекламе видит как ножи и ключи естественно которые мы подобрали целевые таргетные по для ручной рекламной компании амазон их просто херово показывает вот поэтому если вы работаете там степи си то будьте готовы к тому что если вы как-то искусственно что-то делать если вы приносите какой-то стресс листингу прыгайте из категории в категории то будьте готовы к тому что реклама будет тоже работать херово потом так вопросы расскажи про ценообразование я вижу вопросы расскажи про ценообразование при низком количестве отзывов нужно же дать выкупу пожелаемой цене продажи чтобы не пропасть с байбокса сейчас еще раз я не могу до конца расскажи нужно чтобы не пропасть выкупы выкупы в плане это искусство короче давай я расскажу про эту тему по поводу выпад там что-то фонит не дуром так по поводу выкупов есть смысл в том что когда мы очень дешево покупаем ну на выкуп раздаем по верифая потом сложно поднять вот у меня последний товар такой был 14 97 я поднял до 25 97 но запланированная цена у меня вывалился из байбокса потерялась кнопка ну вот я вернул до 23 97 когда вы раздаете имейте это ввиду что вы резко поднять не сможете сможете поднять только в будущем та же ситуация и с резким понижением на стоимость когда мы заходим на рынок и у нас там эту и там цена например бывает такая ситуация что конкурент торгует по 6 долларов а мы можем торговать не дешевле чем 10 там 50 например для этого мы да приходится выкупы делать там десятками чтобы получить какие-то стабильные продажи чтобы amazon разрешил постепенно нам эту и там вот это понижать ну вот принципе так давай дальше теперь ты следующий я понял понял вот но мы просто у нас тоже такая штука мы просто почти потом по 45 центов поднимали время время надо просто время так ладно как объяснить то что автомат работает лучше мануальных компаний херово настроим мануальные компании вот вот ответ нет знаешь о чем разговор давай я уточню вопрос когда в мануале тот же самый ключ один в один все же берут автомат из автомата выдергивает мануал ну то есть беру там я не знаю run jump rope skip например то есть именно такой вот ключ вот все продажи идут через него вот они ставят это естественного в точное там в такой в такой соответствии там во все эти широкие там во все три и вот об этом разговор что мануале страну идут продажи ой в этом в автомате а мануале прекращается продаж то есть выставил бабки дерут а продаж почему нет вот о чем можешь более точно почему хорошо и плохо в чем хорошо я такой чтобы сильно вот такой вот ситуации проблемы за все время сколько мы запустили не видел но я видел другую ситуацию когда мы когда-то раньше когда неправильно делали рекламные компании мы якобы создавали ресерч компанию мануальному которому херячили ну да ты слов а потом мы брали из якобы из этой ресерч компании и вытягивали этот ключ и добавляли этот же ключ в другую рекламную компанию под названием профитная рекламная компания вот и этот же ключ работал в той новой рекламной компании вообще по-другому вообще хреново начну работать об этом и разговор в чем причина как и думаешь я думаю чисто моя гипотеза потому что каждый раз когда мы что-то новое включаем amazon запускает в новой ну то есть по-новому он показывает по-новому где-то в других местах и все остальное но мое мнение такое автомат первую очередь показывает в конкурентах в оси нах и так далее автомат а мануал показывает именно в общей выборке в этом все скорее всего разница ну ключ какая разница ключ ключ по этому ключу находится у конкурента например в листинге человек зашел к бестселлеру бестселлера посмотрел покрутил вниз у тебя классные фото и соответственно у тебя делают покупки у меня есть был товар есть товар 70 процентов а мануала 70 процентов через один осин бестселлера единственного моего конкурента на данный момент 70 процентов всего автомата 70 процентов автомата через один один осин вот и да правильно этот саша ковалев написал то что не надо таскать ключи между компаниями да это дебильная идея короче так делать не надо все учили этому все так и делают у нас какая тактика была отзывы потом автомат из автомата выдергаем выгодные ключи и соответственно вставляем мануал вот и все ну да бывает ну бывает ключ просто сегодня работал в плюс а завтра он мы покрутили его три дня он бац начал работать в минус как будто другим людям начали показывать но это возможно зашел конкурент другой просто в этот момент может кто-то выпадал из стока попал опять вернулся в сток у него были конкурентные но там фактор на самом деле очень много просто ну надо брать и следить за этими ключами мы на это никак не повлияем мы живут свой не поменяем надо же ну вот даже если мы узнаем причину почему так происходит мы все равно на нее никак не повлияем я думаю что она больше связана с самим рынком и каким-то алгоритмами зоны ладно хорошие пищи шники смотрю собрались и серый здесь так давай значит это просто по одному конкретному ключу по всем мачтайбом как правильно проанализировать нужно ли потом этот ключ оставить только в одной компании например фраз овостных понизить ставки ну что значит оставить ну короче это чисто из экономики сели посчитали минус работает снизили ставку все где выгоднее вам смотря какие цели вы преследуете если вы хотите по этому ключу продвигаться ну вы должны себе отдавать отчет осознанную что вы в минус крутика но естественно регулировать а где-то минусовать это это вообще это отдельная тема я тоже расскажу попозже это уже другой как правильно анали проанализировать я всем рекомендую если вы хотите не сливать бабки на рекламе возьмите и разберитесь в программе PPC scope потому что но это дальше тоже расскажу просто разберитесь в программе PPC scope там тренинги внутри 24 дня бесплатно брайан молодец все рассказывает возьмите себе это не знаете английский возьмите себе переводчика и этот разберитесь потому что это самая главная программа с помощью которой можно вообще все отслеживать и все остальное я другие программы не пользоваться можно есть какие-то супер другие крутые программы но мы мы их не вот так что анализируйте через PPC scope там все понятно причинно-следственные связи дневник изменений все остальное хорошо что там следующий вопрос сущей компании можно добавлять на выключение конечно чё бы нет в 3 мечтайпо сразу раз и добавил это Александру я отвечаю так я читаю именно вопросы расскажите пожалуйста об агрессивной стратегии переписи на старте сейчас сейчас я себе запишу это и оставлю наконец сейчас агрессивная это мы так работаем это я себе так товара запускаю агрессивная стратегия так я расскажу в конце так стоит ли уменьшать беды по ключевым словам по которым делается раздача для поднятия органики не знаю зачем но если зачем понижать беды тоже смотря что за ключ и все остальное то есть это такой вопрос тут надо смотреть на товар конкретный ключ напишите мне влс я скажу так тема так как найти эту программу скинули программу поддерживая PPC scope да можно давать написать тут у вас да и боли в гугле попробуйте так все больше вопросов нет окей окей едем другой блок он чуть-чуть побольше вопросы записывайте потом будем отвечать вот самая главная проблема не записывает где человек изменения которые он внес когда-либо в рекламной кампании вот и этот то есть начинается такое ты начинается куча телодвижений изменение человек а потом он просто не знает причина следственной связи что произошло как произошло это все надо вообще вот раньше это не было такой функции у PPC scope у него сейчас есть change manager который все берет историю сохраняет всех изменений раньше такой штуки не было мы просто брали в документе ручками прописывали если у вас нет денег на этот на PPC scope берите открывайте документ себе создали вордовский и записывайте какого числа что изменили и вообще записывайте мой совет записывайте все любые телодвижения с листингом что когда вы либо делали документ в дату и что именно дата и что именно сделали крутите смотрите тогда сможете отслеживать вот ну те кто не пользуется PPC scope они просто делают кучу телодвижения потом не помнят что они натворили и все но change manager в PPC scope есть и вот такая фишка что вот расскажу отдельно не надо никогда смотреть тех кто не знает что такое PPC scope никогда не смотрите на ключ в разрезе именно самого ключа допустим в самом кабинете то есть какая ситуация как все происходит значит мы взяли такие включили ключ покрутили его недельку смотрим на ключе вроде через рекламный кабинет мы посмотрели значит у нас там 100 кликов и смотрим он короче в минус в минус яку нам накрутил и принес там четыре продажи естественно у нас перепуг мы короче что делаем давайте либо резать ключ либо минусовать либо еще что-то делать а на самом деле если посмотреть в разрезе брода какие серч термо он принес эти 100 кликов могло принести 80 различных серч термо которые за собой сделали по 1 2 клика то есть что сито 1 2 клика это вообще не статистика то есть у нас есть в этом ключе серч термо и 80 серч термо которые просто типа ну нам еще они в тотале нам принесли минус большой но мало статистики сделали что надо надо короче потерпеть и подождать пока мне статистика наберется там 8 10 кликов ну как вы там делаете если с 8 там 5 смотря какая цена клика какие у вас бюджеты и наш на чтобы потом рассчитывать вот посмотрели значит набрала статистика если по этому ключу уже нет этот продаж вы посмотрели релевант это не нерево не релевант если это релевант но он просто минус яка какая-то то добавляйте его в этот минус слова и в экзекте вот во фразе не надо ни в коем случае делать когда вы по фразе добавляете ключи вообще еще и на уровне компании на то не в на уровне этих самих короче мачтайпа это групп точнее вот то вы просто таким образом пул ключей выбиваете на фиг ну пул здоровенный во фразе когда в экзекте у меня был у нас один клиент который там нашарашил кучу ключей в минус на уровне компании во фразу я представляю там здоровенный пул ключей он просто похоронил у себя там и ничего уже делать как-то что доставать обратно уже тоже непонятно что делать вот то есть не смотрите никогда на ключ в разрезе своего кабинета и писи скоб в помощь он вам берет и вытягивать по серстерам все сколько было кликов по конкретному включу и все остальное тогда у вас будет общая картинка они частная когда вы смотрите просто себе на на одно слово да вот еще такая большая проблема все привыкли быстро быстро все быстро надо быстро короче сейчас быстро продажи amazon и писи деньги и делают кучу изменений телодвижения в рекламе в кратчайшие сроки что я тут забыл сказать забыли сказать что еще в другом масштабе это слово может работать в плюсяку да вот есть такое данные всех мы считаем да правильно правильно сергей так она есть а вот кратчайший срок мы делать люди делают сразу кучу телодвижения начинает бюджеты резать мне говорят подкинуть дров дров в этот в вагоне чтобы было больше меняют как ставки все остальное то есть реклама там покрутилась статистика отобразила всего лишь там за три-четыре дня все уже сразу ребята делают выводы какие-то терпение вот самое главное терпение усидчивость шаг за шагом да вы должны давать себе четкий отчет о том что ппс может крутиться в минус поначалу а он всегда будет поначалу когда вы стартуете всегда крутится в минус вот и что надо надо просто взять сделать настроить рекламу хотя бы мы сначала крутим когда настраиваем клиентам мы естественно следим каждый день чтобы не было склика по какому-то ключу бывает такое что склик какой-то сумасшедший по какому-то ключу и другие ключи уже не скликивается паша out of budget вы берете запустили рекламную кампанию ограничили себе бюджет 3 себе приняли эмоционально чтобы заложили инвестиции там по 50 баксов каждый день в неделю это посчитали и через девять дней у вас будет статистика за 7 дней подписи скопу вот и тогда себе сели и проанализировали этот рекламную кампанию сделали изменения опять покрутили немного собрали статистику за семь дней хотя бы хотя бы внесли изменения и дальше идет все по шашкам не надо просто люди берут делают кучу телодвижений сразу больше хотят быстро и сейчас а потом сами того не понимая потом в конце месяца они считают понимаешь они как числили 500 баксов тысячу баксов полторы тысячи баксов в никуда и даже не могут понять почему так произошло вот поэтому терпение вот что надо так выключать ключи выключать ключи но это уже везде перетертая тема что выключать ключи не надо вот все очень просто берем и ставим ставку маленькую если вам супер не нравится ключ ставьте лучше ставку там два цента по ключу чтобы он не кликался но пусть он будет в рекламной кампании вот но не выключать его вот потом выключает рекламные кампании ставят на паузу каждый раз когда вы ставите рекламную кампанию на паузу а потом ее включаете amazon и воспринимает как новую вообще ну как заново вы ее запустили никто не отменял просто снизить бюджет на рекламу на 1 доллар просто берите скидывая если вам есть необходимость в этом допустим вы в ауте да бывает такой ситуации что вы в ауте и пока весь вы в ауте там раз и прилетел какой-то возврат либо появился в сток 1 единица у вас автоматически включилась реклама и я заметил такую фишку что amazon купит и бывает такое что у вас сделали одну продажу а дальше я не знаю она наверное работает эта рекламная кампания пошли мы замечали даже рекламирует amazon когда в стоке нет он показывает ее это но листинг ваш и когда товар появляется одна единица реклама включается происходит клик либо там заходит сразу там 20 человек вам на листинг да сделал кто-то быстро одну покупку остальные ушли но это у меня есть ну такая гипотеза поэтому если вы в ауте то что не этот не выключать рекламную кампанию а спроса снизили себе бюджет до одного доллара и и парень амазон ну что он точно тупит это сто процентов вот я просто беру из них снижаю это долго так что там дальше и дергает вот тоже такой момент дергает очень бюджет туда сюда по рекламным кабинетам сегодня то завтра то тоже я говорю ну терпение зафиксировали себе бюджет какой-то и не надо его каждый день там на 5 долларов больше потом еще снизили все остальное даже вот ситуацию вы поставили сегодня 50 долларов а потом скинули бюджет до 30 долларов то на следующий день но все равно amazon пока мисс поймет он все равно докликает до 50 за бюджет за 30 он только через пару дней этот курить ситуацию что вы порезали себе бюджет вот смотрите потом не работать вообще ребята с листингами на самом деле вот даже если мы супер круто настроим оптимизируем на старте листинг по ключевым словам то и вы подберете эти ключевые слова и ставите в рекламу то не факт что они будут работать вместе то есть бывает такое что показать ну просто реклама не не показывается ключи по которым вы вставили вот не показывать ключи что надо делать надо брать эти ключи и пробовать вставлять куда-то будет и в тайтл description мы просто провели эксперимент мы взяли ключи и человеку и в description внизу просто так через запятую повносите ключи ключи которые не работали они начали показываться и включаться дальше вот то есть не забывайте о том что есть прямое соответствие между буллетами тайтлами и description и работой ppc это зависит от того как он будет показываться где он показываться какая у него ну то есть насколько кликабельным будет это все зависит вот от буллетов тайтл и description потому что все расчетырмы если раньше все расчетырмы влияли то сейчас когда amazon это все подрезал серчермы то уже ну ppc больше делает акцент на будет и тайтл и description и уделяйте этому внимание и опять же напоминаю не надо валить сразу кучу изменений а потом не понимать что вообще произошло берите аккуратно шаг за шагом добавляйте какие-то изменения и отслеживать вот еще такая такой миф сразу что ppc короче должно работать в плюс либо ну то есть оно должно как бы приносить деньги сразу продажи все зависит от ниши и все зависит от вашего оффера который есть если ну если вы попали в удачную нишу и у вас классный оффер сам по себе тогда реклама будет работать сразу в плюс получается а в другом случае даже если да даже если у вас супер крутой оффер да и ниша конкурентная но ppc не будет у вас работать в плюс она будет вообще херячить минус был пример у меня когда ну я тоже это все касается больше агрессивному ppc вот у нас пример был сложный клиент шоу получается и он крутил под что-то минус 2000 долларов он крутил на ppc в этом в месяц вот мы получается шаг за шагом меняли сначала фотки потом будет и потом description и все остальное и реклама спустя полтора месяца если он раньше валил что-то там 50-100 минус долларов каждый день то спустя полтора месяца как мы кропотливо этой работы шаг за шагом мы только вот но это наверное еще и повлияло вот это увеличение спроса на рождество и все остальное но сейчас в реклама при таком же бюджете мы уже начали ее расти дальше а кос если раньше был 150 процентов то сейчас он 30 вот мы вот этот пул ключей здоровенный который я рассказывал вот эти клики были в минус мы их поубирали и оставили только ключи которых плюс работа это сейчас рекламная компания уже работает в плюс но это это конечно тоже чудо на самом деле что на в плюс работать даже если бы она работала в минус небольшой мы подтянули очень сильно органические продажи за счет пися вот то есть в идеале как у меня по всем товарам которые я успешно запускал с помощью пися у меня такая ситуация сначала я валю в сумасшедший минус у меня там чуть ли не сто процентов продаж все из пися а потом где-то через месяц через ну когда через неделю две когда через полтора у меня плавно планомерно пи пися 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 к 30 процентам вот это идеальный вариант если вы уже так получилось что вы просрали с товаром то будьте готовы потому что пися будет крутиться в минус и ну ничего страшного главное чтобы органические продажи вот то есть ну рассматривать пися как инструмент заработка именно чисто что пи пися в плюс работал вот эти вопросы типа в группах а какой должен быть окос а вот окос у меня 30 процентов либо 50 процентов это нормально то откуда же мы знаем сколько у вас там маржи какая у вас ниша какая конкуренция сколько отзывов как давно вы крутите и все остальное треть ситуативно по рынку если вы понимаете что у вас там беда хана конкурентов до хрена то будьте отдавайте себя чёрт чтобы будете крутить минус на старте вот вот еще такой момент ну рекламная компания может раздупляться когда мы ее только запустили может 2 недели раздупляться она может то есть приходить в чувство там две недели ключи и начинают только показываться некоторые там те ключи которые кликались фигово либо в минус работали это они могут через две недели начать работать в плюс и все остальное вы должны понимать что amazon как бы раскачет вашу рекламную компанию иногда потерпеть две недели и чтобы типа посмотреть как она будет только через две недели принимать какие-то решения вот еще такой момент часто мне пишут такую штуку типа блин блин короче уже типа у еще в штатах короче поздняя ночь у меня уже out of budget amazon тупит потом когда вы посмотрите он может даже не докликать ваш бюджет и out of budget это ну типа ничего не знал это не значит еще что вы их скрикиваете не надо делать телодвижение поднимать выкидывать риски в этот типа вот как говорят вот очень важно тоже обращать внимание на категорию в которой вы находитесь потому что это влияет на показаны ппс иногда бывает такое что в одной категории ппс работает хреново поменяю категорию и ппс начал работать хорошо вот аккуратно будьте с категориями тоже не сильно там телодвижение делайте но понимаете что если вы если вы прыгаете из категории в категории тупи прыгайте только в релевантных категориях вот потому что это любая ну любое телодвижение в листинге смена категории это стресс для amazon amazon неповоротливая махина и он потом просто может и короче какие-то гадости он будут там с ппс перестанет крутиться нормально либо еще что-то либо показывать начнет авторекламу вас вообще amazon начнет воспринимать как ну не тот товар который есть вот ну и вот у меня еще было вот перенос ключей из одной рекламной кампании в другую короче так не делали есть одна реклама кампания и все остальное так но это в принципе я выбрал такой пул самых этих часто повторяющихся вопросов ошибок которые делают но от клиенты и все остальное так что отвечаем на вопрос так откуда я тут так рано или поздно ppc будет показывать хороший результат если сидеть за оптимизировать это можно занять некоторое время да янг ты полностью прав так если я решил держать бит на автоматической рекламе на уровне среднего например полтора доллара затем amazon резко снизил среднюю ставку например до доллара что делать стоять полтора или снизить до доллара ну посмотреть на ключ как он кликается не кликается по чуть-чуть насчет того как мы допустим работаем с повышением бюджета проверьте вообще где вы показываетесь если вы по этому ключу бились по рекламе показываетесь на первой странице то хотя подожди это что вы про автор рекламу говорить это еще не то понял короче я наверное я бы на вашем месте если бы amazon там скинул ставку у меня такой ситуации не было может и была у меня в принципе команда и люди этим занимаются я в этот вопрос еще задам вот это все может и была такая ситуация вот но я бы не снижал бы так так 30 процентов от того есть вопрос выше из двух частей вопрос пример у меня есть вар болот кейс основной ключ и он болот кейс 7 плюс в автомате существует ключ iphone 7 кейс плюс который не совсем релевантен моему продукту а где вопрос что делать с этим ключом так как он жрет 40 процентов бюджета ну так что что убирать его если жрет 40 процентов бюджета вообще бывает ситуация это с автор рекламы когда мы просто выключаем потому что мы берем значит там есть пул ключей по которым она продает вот но не выключаем эти порежем ставки пул ключей который продает но есть еще другой пул ключей который просто сжирает бюджет полностью вот и сколько бы мы не она как как таракана мы и ключи убираем amazon пул новых ключей раз нам и прилетел который в минус работы вот смотря какие ну для себя мы такое не выключаем их там со ставками играемся а если для клиентов по ней иногда паникуют что такое происходит по счастливается бюджет и мы просто там гасим ставки ищем более-менее оптимальную ставку на которой автомат будет работа так да минусути как экземпит так есть еще вопрос а как насчет идеи создания двух ручных компаний research и профит вот руслан я уже говорил о том что когда ну смотря какие цели я так подразумеваю что вы хотите потом перекладывать из одной в другую ну короче когда вы будете это делать на практике это выходит что ключи начинает херово работе вот есть вопрос еще господа и дамы я не вижу больше вопросов давайте расскажу тогда про агрессивная стратегия пи-пи-си которую ну как бы есть агрессивная стратегия пи-пи-си как как получается мы запускаем свои товары ну у нас этот значит с самого начала у нас очень сильный скилл того что мы ищем короче товары мы не лезем в супер конкурент нынешний вот вот просто не лезем вот мы очень 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 много ищем но находим товаров которые там либо на старте только либо ну бывают гнилые ниши да они есть гнилые ниши у которых слабая конкуренция и мы там я не знаю грубо говоря кто-то продает 10 вилок по цене там 12 долларов мы берем делаем 15 вилок одну салфетку 3 ложки и ставим цену там 15 долларов и как что мы делаем мы сразу залазим в эту нишу включаем даже если отзывов нет ну раньше это мы так делали сейчас едет не верифай слава богу и он позволяет уже очень быстро делать и сразу начинаем создаем и включаем авторекламу включаем ручную рекламу опять шарашим туда в три мачтайпа все ключевые слова или и задираем бюджет так чтобы максимум скликивал и льем 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 может быть такая ситуация у нас там сегодня две продажи завтра три продажи послезавтра 4 продаж 3 5 7 а потом на утро мы просыпаем а у нас 68 продаж вот что это как это происходит потому что amazon пока миссии втуплит пока миссии вас подтянет по ключам короче взяли налили в минус себе там слили тысячу полторы долларов но потом резкий пуш произошел по ключам и вы выбиваетесь на первой странице но это работает только в том случае если у вас ниша либо ну либо у вас конкретное предложение то есть и вы будите вы уверены в том что его будут покупать по сравнению с другими даже не смотри даже им будет на трат сколько у вас подзыв вот вот такая агрессивная стратегия либо ну дропайте цену тоже если у вас какая-то там но вот это какой это я буду говорить тоже на примере как мы сделали мы для клиента это не для себя вот тоже там была супер конкурентная ниша продаж было мало у него мы дропнули цену на 5 баксов ниже рынка и начали валить короче ppc были продажи но они были минусовые все продажи мы опять же крутили вот так как я рассказывал неделю-две а потом был хлоп резкий прыжок вверх еще того что органика была в разрезе то есть ppc было минус но органика перекрывала это ppc да еще такой момент не рассказал то что не надо смотреть отдельно на ppc затраты то есть и какая прибыль него мы всегда смотрим в разрезе всех продаж какие то есть сколько мы заработали тотал за день наша стратегия на на самом начале это то есть в ноль либо в ним ну минус небольшой именно в каждый день чтобы было то ну пока места то есть мы не смотрим сколько там ppc есть в минус она работает или нет мы смотрим сколько у нас продаж и чтобы в total органика и ppc там на мы зарабатывали либо в ноль работать на старте естественно что длилось а потом даже когда мы уже запустили товар мы смотрим даже не сильно учитываем там окос и все остальное мы смотрим в разрезе всего и органических продаж и ppc потому что если вы отключите ppc у вас исчезнут продажи возможно и вы по каким-то ключам просядете внешний трафик я не юзаю может эта стратегия не работает когда вы юзаете внешний трафик и все остальное вот если в экзак максимально рекомендованная ставка 2 доллара ставя эту ставку клики есть а продаж нет ставлю бит 6 продажи есть на стоимость клика 5 долларов смотрите что получается чем больше ставите бит значит вы ближе показываетесь со ставкой 2 доллара вы показывались допустим на 3 странице там где если посмотреть выдачу то там были совсем другие конкуренты и человек когда смотрел на это все он оценивал вас в разрезе этих конкурентов когда вы поняли ставку вы начали показываться совсем в другом на другой странице на других конкурентах то есть у человека до заходит и смотрит на всю эту ситуацию он начинает вас оценивать уже в разотрезе других конкурентов и поэтому там продажи есть то есть это надо смотреть где показываетесь вот сейчас есть вопрос ну я не вижу вопрос еще денис денис ты тут да ну все ради у ребят нет вопроса вот я рассказал эту штуку напоминаю нас агентство есть мы под ключ делаем так что если надо обращайтесь вот пошли вопрос не переживай тебя слушать мне там вопрос какой-то хотя давайте вопрос я там пишите мне вопрос так федор там еще вопрос если в экзакте максимально рекомендованы ставки 2 доллара тут просто она вижу запоздание да так денису можно вопрос окей ну окей мы так долго его переписываться он просто решил поинтересоваться ну да проверка связи короче ну да ну классно возможность есть такая если что так денис добрый вечер сегодня в группе был спор о летении верифай отзыв так ну да стоит ли не верифай на листинг или стартовать с верифай в любом случае но константин по этому поводу писал я же вроде отписался я вчера лично я вот честно могу сказать вот я пи пи синим лази просто у меня есть друзья как бы этим которые занимаются они мне помогают я помогаю им в чем-то если им надо мы как бы так скажем займовыгоны сотрудничать симбиоз так вот и по поводу верифай не верифай что я могу сказать эксперименты разные работаем по-разному люди делают по-разному я сотрудничаю с разными людьми и экспериментируем по-разному на днях я экспериментировал именно на опять же на своих товарах чтобы это нормально говорить я залил 50 отзывов не верифай за час на три разных листинга то есть 150 причем в течение нескольких дней по новой там по новой схеме вот ничего не удаляется на данный момент но мы просто у нас есть старая схема новая схема сейчас поставим и там по гарантии делаем новую схему отрабатываем то есть в любом случае работа идет моя стратегия достаточно простая это так скажем blitzkrieg быстро и так скажем старт чтобы он был максимально минимально рискованный максимально эффективный потому что все думаю знают много уже видели по тысячи отзывов и так далее когда разговор идет о не полица не это не то это уже давно устаревшая информация и сейчас вообще непонятно что происходит на амазоне к сожалению вот и люди у меня меня только на меня только воскресенье забанили ни за что ни про что и там же в листинге люди вы там в тексте написали что их также банят то есть к сожалению amazon работает очень специфически надо очень много всяких нюансов знать и куча людей специалистов разных вещах вот я понимаю что я рискую у меня например на этом аккаунте влито там больше 30 тысяч долларов то новый товар очередной новый аккаунт потому что мы опять же всеми аккаунтами всеми товарами тоже не рискуем я все это понимаю но я говорю как делаю то есть это 50 не верифай это сразу ppc это сразу верифай выкупы как я делал единственное я не успел еще facebook запустить потому что мы сейчас так же как все драм занимаемся ppc мы также хотим сделать ну не упоминать су и грубо говоря вихри всякие но смысл такой что примерно примерно смысл такой же только с исправлением тех вещей которые нам не нравятся вот ну то есть карда исправляет по мере своей необходимости думаю что мне не объяснять что это такое из-за этого проще упомянуть об этом вот это нагнетание через индусов трафика это но у нас задача первую очередь на старте еще получить хотя и на холодном трафике продажа то есть органику в любом случае но этот более сложный момент ppc все-таки и ppc просто без отзыва бесов почему 50 на старте потому что опять же просто не спешим опять же это бюджеты пытаемся распределить деньги в разумных пределах не верифай обязательно нужен потому что на мобильных устройствах видны в основном верифай его да вот но но для принять решение для хотя бы сессии на мой аккаунт все равно основное это фотография количество звезд и качество звезд для старта этого достаточно то что основная масса я считаю не побегут и не буду смотреть читать мои отзывы если даже не найдут а видели мои звезды и будут не верифай искать нормальный покупатель особо на это не обращает внимание я считаю верифай не верифай это для нас для профессионалов это важно а для непрофессионалов это не так важно они почитали отзывы почитали картинки есть фотографии есть видео это более я считаю важно таким образом я это и дело вот я могу сказать чисто за себя вот до этого у нас два месяца были проблемы с отзывами сейчас как бы постепенно вы решаем но это постепенно посмотрим что будет дальше но вроде как бы не верифай потихонечку начинает работать надо решить старой проблемой двигаться дальше вот и нельзя рассчитывать никогда не рассчитывать на один способ продвижения и писи это или индусы или отзывы или верифай или не река не имеет значения я смотрю как усилить в принципе общий запуск товара для меня самое важное тем более под новый год из-за этого мы ppc также запускаем именно для буста потому что просто продвинутую вчера у нас в закрытой группе был как раз вебинар по этому поводу денис рассказывал про лисинги про то что имеет значение какой вес тайтлов буллетов серфтермов насколько выгодно в соотношениях чем меньше текста тем каждое слово каждый ключ имеет больше веса и так далее то есть все вот это складывается и листинги которые сейчас федора говорил и способы продвижения все 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 в совокупности работает реально очень высокий кпд нормальный запуск очень я считаю больше 50 процентов это вообще что-то за заоблачное но это так и есть на самом деле вот что у тебя федор какой я просто не знаю вот по ppc какой тебя принципе кпд по большому счету получается как ты как-то оцениваешь но я повторяю что я на самом деле я все свои товары запускал чисто и пися я никогда не делал никакие выкупы ну дело перри факт но я не делал там по 150 по 50 типа я себе набирал мне всегда просто на запуск товаров достаточно 50 отзывов сначала вот как ты говоришь 20 партиями и ppc и я за счет оффера то есть вот так вот выхожу у меня есть ppc оффер и ну отзывы все и либо товар залетел либо не залетел ну да с абсолютно то же самое сейчас я просто и с тобой хочу как раз и вот у нас вот этот товар там есть сейчас там будем разбираться что с ним будем делать или будущие товары не имеет значения они постоянно идут это вот когда мы пися зарубили только там час откруемся ну разберемся да с этим но в любом случае смысл какой вот очень интересно мы с тобой как раз по этому поводу говорили совместить мое и твое вот это кайф то есть весь смысл весь смысл усиливаться постоянно конкуренция растет не по дням часам просто она реально растет я ощущаю у меня просто предыдущий товар у меня были проблемы небольшие даже не то что небольшая проблемы были с never if i am и я сразу за это самое начал закапываться то есть меня сразу начались проблемы хотя еще вот месяц назад я в москве был приехал через две недели у меня начались проблемы за две недели какие-то просто мы за неделю все меняется из-за этого я и хочу постоянно постоянно до развиваться в любых направлениях я понимаю что есть два направления. Первый – внутренний трафик, второй – внешний трафик. Со внутренним трафиком более-менее все понятно. Постоянно какие-то программисты, постоянно какие-то люди, специалисты вылазят, там, PPC развиваемся, там, во всем этом развиваемся, то есть закрываем эти ниши. Но внешний трафик, дыра огромная. И с кем мы его там? С Александром этим вопросом занимаемся. Очень длинные там инвестиции, просто глобально. То есть я не самое люблю это, вот, все эти эксперименты. И то, вот мы сейчас товар планировали, у нас там большие инвестиции, большой товар. У нас самые лучшие фотографии в нише. Вот самые лучшие, вообще вот на голову лучше всех мы. Даже самых крутых американцев, я считаю, ну, у них на коробке просто коробка бумажная, обалденная сделана. У нас великолепные фотографии, качество продукта, не знаю, ничего не могу сказать, то есть сопоставимые или нет, у нас принцип совсем другой. Но я в своем товаре просто на сто процентов уверен, что он в нише лучший вообще. То есть у меня сейчас лучшие товары, у меня сейчас лучшие фотографии. Я сразу, естественно, заливаю отзывы, и у меня Новый год сейчас вот. Вот. Но бывает, я бы выхожу с товаром с абсолютно таким же, как у всех. Может быть, хуже, может быть, лучше. Я, естественно, беру, у меня всегда принцип выбора товара, естественно, качество. Мне не важно, какая упаковка, но она должна быть просто нормальной. Вот. Что она крепкая, так скажем, не про вас. Но главное, что внутри лежит. Что человек достал и понял, что это действительно классная вещь. Вот. Но чаще всего мы не являемся лучше. Но вот в этой ситуации просто мы эту нишу уже долбим больше полугода, уже скоро год будет. Вот. И из-за этого я ее просто понимаю, нишу, и я туда иду. Вот. И каждый случай отдельно просто. И надо его отдельно рассматривать. И вкладываться по-отдельному. То есть просто, если у вас есть какой-то объем инвестиций, вы, соответственно, рассчитываете, не вкладывайте там больше, я не знаю, 10-30% в любой 100% товар. Потому что это бессмысленно. Сегодня одна ситуация, а завтра Amazon закроет категорию или возьмет первых 10 в там этот, как его звать, sold by Amazon и будет только сам он торговать и на первой странице никого не пусть. Причина огромное количество, которые от нас вообще никак не влияют. Просто мы не можем на них повлиять, к сожалению. Ну и нечестная конкуренция, конечно, она тоже дает свой негативный шлейф. Так, вопросы? Я знаю. Владимир, сейчас я расскажу еще историю. Ну и ты рассказывал. Потому что у вас там 250 продаж в день, да, вы как едете в Китай, покупаете товар на 100 тысяч долларов, думаете, что это вам на 3 месяца, и когда вы заплатили, вас начали валить конкуренты звездочными отзывами и все. Да, да, из-за этого я говорю, к сожалению, пока Amazon не является площадкой для стопроцентных таких гарантированных инвестиций, даже если вы там что-то из себя представляете. Единственное, единственное, мне очень нравится бизнес на Amazon тем, что при росте квалификации, профессионализма растет эффект и растет доход. Вот это самое важное. Так, ладно. Я считаю, что надо просто диверсифицировать риски и запускать несколько, ну вот, не сосредотачиваться на одном товаре. У меня уже 5 аккаунтов, то есть вот это все делать. Несколько товаров, кучу аккаунтов и все остальное. Так, картинки у нас нет, мы как бы, это у нас такое больше подкаст. Вот, какая цена под ключ? Это вы уже к Федору отдельно обратитесь. Так, видео... Да, все зависит от работы. Да, да, это работа индивидуально, там уже отдельно. Так, по поводу видео, нет, по поводу записи есть всегда, есть YouTube-канал, есть Facebook-страничка. Все видосы там, у меня на страничке все. Так, Сергей, мы регулярно поднимаем ставки по работающим ключевикам, просто потому, что они работают и не хочется упускать конкретно свои показы. Что касается показателей, то считай нормальным расход на PPCD размер 10% оборота, то есть 100 иен и PPC на каждые 1000 оборота. Хотя я стараюсь сейчас по своему аккаунту приседпоказатель 5-6%. Но есть ситуация, когда на рекламу и 30% уходит. А нормально? По доходу раскрутки? Так, иначе никак. Ну или еще есть варианты все не описать. Так и есть, я еще раз говорю. Но показатели вот эти 10% от инвестиций, от оборота, 5-6% от оборота, это в любом случае ориентиры для тех, кто еще, так скажем, большими оборотами не вращал на Amazon PPCD, а Сергей знает, о чем говорит. Так, Александр, по вашему опыту снижается стоимость клика по экзакту, если вы поднимаете по органике, не снижая бит. Что скажешь, Федор? Еще раз, как-то и вопрос. Еще раз. По вашему опыту снижается стоимость клика по экзакту, если вы поднимаетесь по органике, не снижая бит. Ну, как-то такой прямой закономерности я не замечал. Понял. Это же все. Вы понимаете, тут такая фишка, пока не будете подниматься, рынок перенасыщается, другие конкуренты заходят, происходит куча телодвижений, кто-то ставки поднимает, повышает, и так сильно вы и не заметите это вообще. Куча факторов происходит в один момент, который потом невозможно отследить. Как открывается много аккаунтов? Ну, это больше я, на самом деле, не вижу никаких вообще проблем, и за это даже не понимаю, что на него отвечать. Просто надо людей, на кого будете оформлять все эти карты, аккаунты, да и все. Кто-то через удаленные, там, я не знаю, как они, ВПС или там, ВПН, там, работает. Все по-разному. Мне кажется, один из простых вариантов, зашел к другу, там, я не знаю, к родственникам, на компьютере, открыл аккаунт на кого-нибудь, и сделал себе удаленный доступ. Я управляю сейчас четырьмя аккаунтами, планирую сейчас еще два открыть. Это я на привате работаю. Плюс у меня на тех всех аккаунтах есть партнеры, вдаляк, с кем мы работаем, то есть у меня, в принципе, и заботы-то особых нет. По поводу образования, я товаровед. Товарами ведаю. Институт закончил. Торговый, можно сказать. Так, что еще? Больше ничего вроде нет. Ну да. Ну что? Ну, так, последний вопрос давай, да и все. Очень субъективно, но, как вы понимаете, причиной высокого аккаунт плохой лисинг, фототекст. Товар. В первую очередь, товар. А лисинг, фотография, цена подачи товара. Как понять? Ну да. Как? Но если по вашему главному ключу кликают люди, сто кликов, ну, ноль продаж, то вот все понимание. Нет, ну, есть там, на самом деле, есть три, там все по таблице расписано. Есть impression. Значит, вас показывают на первой странице, значит, вас видно. Значит, вы денег в бит вложили достаточно, чтобы вас показывали. Первый момент. Второй момент. Это у нас, соответственно, CTR. Соотношение этих самых показов к сессиям, чтобы на вас зашли, на ваш лисинг. Если CTR у вас больше единицы, значит, ваши фотографии, значит, соотношение звезд и цены нормальные. Или человек заинтересован, но заходит к вам. И если у вас окос меньше там, в зависимости от вашей наценки, чаще всего там 100-200 процентов там и так далее, 30 процентов считается там или 25, я не знаю. Вот. И у вас вот эти вот цифры не соответствуют. Значит, на каком-то из этих участков у вас проблемы. Начните с самого начала. Если CTR плохой, значит, работаете здесь. Если вас не показывают, значит, с бидом работаете, там какими-то еще вещами. То есть, надо все по полочкам раскладывать. Нельзя говорить об окосе, не зная, что у вас происходит в сессии. У вас, может, импрессион у вас нет. Или, соответственно, у вас импрессион есть, потому что у вас бид 10 долларов. Вот. То есть, миллион моментов. Таких элементарных вещей, то есть, ну, просто бессмысленно задавать вопросы. Надо исключительно уже вникать в ситуацию. Потому что я вот это все знаю, и все равно я не умею особо насрать PPC, у меня нет такого, ты этим не занимаешь. Я обращаюсь к Федору и к Сергею непосредственно. Ну, к примеру. Вот. Но просто, что такое CTR, почему? Потому что, если заниматься контекстом, там, Google, там, грубо говоря, Яндекс, там, как раз, если вы в контексте там сверху висите, и человек, грубо говоря, зашел по этому ключу на эту страничку, и на вас не классно, значит, был показ. Но не было, соответственно, захода. Один, сто раз зашли, один раз нажали, вот один CTR процент вы получили. Ну, и в, я так понимаю, в Амазоне та же самая история, по большому счету. Ну, Сергей, тут уже, это самое, по лисингам, что очень зависит все же термы, по автокомпании, там все зависит, конечно, мы тут бесконечно. Ну, да. Английский учить, если смысл давать рекламу без отзывов. Никакого? Нет, ну, смысл всегда есть, опять же. Эффективности нет. Ну, да, какие цели преследуют. Да, может, вопрос, а, вопрос эффективности. Вот я чем занимаюсь, вот консультациями своими, например, я считаю, мы занимаемся уменьшением рисков. То есть, если человек приходит, не зная вообще ничего или считает, что он знает все, у него риски, я считаю, чуть-чуть выше, чем работая с нами. Вот и все. То есть, мы понижаем риски неудачи. ППС, специалисты ППС, они сокращают затраты на это ППС и повышают, понижают, опять же, риски неудач и повышают риски удачного значения. Вот и все. Мы занимаемся рисками. То есть, мы эти риски нивелируем, уменьшаем. Так, все, я думаю, на сегодня достаточно. Смысл понятен. Федору большое спасибо. Всем удачи, всем пока. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok